Так, девочки, по поводу американских мужчин. Могу говорить, потому что была замужем за американца, мы остались друзьями, потом сейчас у меня бойфренд-американец, но скажу вам, в каком плане, всё-таки суперски я всегда за то, чтобы мужчина на американской земле был американец. Ну, в том плане человека англоговорящего, давайте будем так. Не могу я, девочки, общаться вообще на этой земле, у меня просто один есть друг в телефонном режиме, мы с ним общаемся, мужчина с Украины. Да, он женат, всё, мы просто по телефону общаемся, кто как устроился и тому подобное. Но жить я не хочу с мужчиной, не англоговорящим, будем давать вот так. Был у меня опыт, я пожила около двух лет и поняла, девочки, для тех, кто недавно живёт в Америке и хочет найти себе мужчину, не англоговорящего, с советских стран, который приехал, да, я вам скажу, чем дольше этот мужчина прожил в Америке, тем ни в коем случае не надо с ним начинать отношения. Я вам серьёзно говорю, вы приезжаете оттуда со своими мультиками, со своим укладом постсоветским, вот тем, он абсолютно другой здесь в Америке. И жить здесь с мужчиной, который здесь уже живёт 30 лет или 20, это очень сложно. Вот я вам серьёзно говорю. Во-первых, у них пальцы веером очень у многих. Чем ближе, знаете, как к Нью-Йорку, тем ближе к Бруклину, тем больше этих пальцев, тем больше вееров, и тем больше пальцев в их веерах. А потом я скажу, гуляки, девочки, они все на сайтах знаком сидят. Если те, кто женились в Америке, в основном они женились для документов, и уже детей понарожали, чтобы получить гражданство, понимаете. А жить, ну куда уже, что уже, да, и они все сидят на сайтах знакомств, женатые мужики на сайтах знакомств. Одни скрывают, другие не скрывают, но их дофига, девочки. Очень редко, естественно, я не обобщаю, если мужчины меня смотрят, ни в коем случае. Если вы хорошенький, такой классненький, такой мужчиночка, прямо прелесть, я вас за вас рада, я поздравляю, что вы такой. И я очень надеюсь, что с вами правильная женщина, или вы найдёте себе нужную женщину. Потом, девочки, ещё один момент. Если вы находите мужчину на сайте знакомств, это очень будет шикарно. Я вас поздравлю, что когда вы встретитесь, начнёте отношения, неважно русскоговорящий, англоговорящий, что он уйдёт с сайта знакомств. Вот, вы понимаете, у них здесь, они если годами сидят, у них здесь подсозналовки, что вдруг, если с вами что-то не получится, а это в лучшем случае он будет думать, что вдруг если не получится, а в лучшем случае он вообще ничего думать не будет, он просто будет там себе параллельно переписываться и с вами быть. И у меня такой случай был с русскоговорящим красавцем. А вот, одессит, мать его за ногу, нашла себе земляка. И знаете, геморрой на себе на голову. Но единственное, что, конечно, я ему очень благодарна, что он мне как раз попался в то время, когда мне очень нужна была его помощь. У меня с английским было Ж, везде было Ж, сплошное везде Ж. Он мне все помогал, он мне переводил, он за меня общался, по телефону решался вопрос. Девочки, тут действительно, не знать английский, это очень все сложно, если вы не в Бруклине. А я же такая вся, я же приехала в Америку, я хочу здесь все, жить как американка. Все, мне английский надо. Вот теперь я, слава богу, могу делать это все сама. Поэтому я вам говорю, на сайте знакомств находить, опять не обобщаю, девочки. Давайте я свой случай, не надо мне там потом писать, что в шоу, вот у меня муж, я на сайте, я за вас, за всех рада. У меня сейчас бойфренд, я не нашла его. Ой, мы так про мужчин говорим, да, нашла как грибочки. Ну пусть будет, ну пусть будет. Это так мило, да, мужчина. Хотя у нас как-то так с моим молодым человеком, у меня возраста нет, на всякий случай. А мы нашлись просто, вот случай. А вы знаете, в Америке это вообще сложно, да, с американцем. Это у нас можно в троллейбусе, в трамвае, машина может остановиться, с тобой познакомиться, да. Остановится, я кейс БВВ и сказать, девушка, давайте сегодня вечером встретимся в кафе. У меня очень часто в Киеве такое было, у меня машины прямо останавливались, чтобы со мной познакомиться. А вот, ну в общем, короче говоря, это даже в пешеходном переходе, да, в лифте, то есть где угодно, да. Здесь немножечко в этом плане аккуратничают. Опять, я говорю про нормальных мужчин, которые реально аккуратничают, и это сложно просто так взять и познакомиться, если ты не в компании, так. Вот, в компании я имею в виду парень какой-то. Так вот, мои дорогие, американцы, разница, да, что-то я сильно увлеклась. Вот реально разница есть, потому что даже на американской земле с русскоговорящим это одно, вот, на американской земле с, вот с моим бойфрендом, это другое, девочки. Ну, ты женщина. Вы знаете, как говорят они, вот, как чувствует себя, я забыла, забыла, забыла по-английски, как это, не хочу сейчас просто вспоминать. Вот, как чувствует себя твоя женщина, так чувствуешь себя и ты. Насколько счастлива женщина, они говорят, по-моему, happy wife, happy, что-то такое, подскажите, девочки, кто меня слушает. А, happy wife, happy life, вот как, вот они так говорят, да, счастливая жена, значит, счастливая моя жизнь. И, возможно, как-то еще по-другому напишите мне. Вот, и знаю, что меня очень многие смотрят, кто живет в Америке. Так вот, девчонечки, я вам скажу, что на десятом небе просто, вот просто, во-первых, типа, ты ничего не должна, абсолютно, ты ему ничего не должна. Типа, там, что-то готовить, что-то там еще, что-то еще, что-то. Вы, я вот жила с американцем мужем, да, никаких уборок. Он начинает убирать, я там, давай хоть что-то, не надо, ну, если ты хочешь, конечно, понимаете. Вот, у них нет такого, потому что здесь, вот вы знаете, новое слово такое, abuse, да. То есть они, опять я говорю про нормальную, у меня муж очень, очень, очень был приличный и хорошо в достатке, и был как человек очень, просто вот характерами. Ну, я же скажу из того, что если мне некомфортно, он человек нетерпеливый, а мне это нафиг не надо. Мне нужно, чтобы со мной были отношения у меня спокойные, потому что я сама вот такая, и мне такого мужика не надо. Вот сейчас у меня мой бойфренд, он очень такой, мы на одной волне с ним, да. Я в духовных практиках, я вот личностный рост, я вот с осознанностью, и он такой же. Конечно, если у нас какие-то маленькие такие моментики бывают, да, непонятки, мы с этим всё сразу, ну, мы не разбираемся. То есть я не довожу до какого-то пика, девочки. Я останавливаюсь, вот, вопрос решился, решился. Я останавливаюсь, а потом мы можем обсудить, что у нас там было на самом-то деле, что мы там не поделили, вот. Но скажу, что я не сильно могу об этом говорить как бы в реальной жизни, потому что мы вместе не живём, да, мы живём на разных территориях, вот. И встречаемся тогда, когда у нас есть настроение, время, вот, два-три раза в неделю, по-разному. А вот, и я вам скажу, что для меня это самый лучший вариант, потому что я реально люблю и жду то время. Ну, не то, чтобы когда он приходит, а я жду, чтобы быть одной. Но я люблю находиться одна, да. Не чтобы кто-то в доме был, а я была в комнате одна. Нет, вообще одна. И мне это нравится. Так вот, чтобы закончить, американские мужчины реально отличаются тем, что у них другой менталитет. Чтобы это понять, девочки, это нужно начать встречаться с американским мужчиной. Это очень сложно объяснить. Я вам реально говорю, я не могу объяснить. Вот честно. Вот это нужно просто видеть. Это энергетика другая у них. Они в тебе видят женщину. Вот это самое главное, чего не хватает нам женщинам. Они в тебе видят женщину. Вот так вот. И мне это очень-очень приочень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.